Добрый день дорогие телезрители и радиослушатели! Это проект Ростов творческий и его неизменный ведущий Владислав Кульнев. Ростов он настолько творческий, что у нас даже династии, наверное, людей искусства и творчества. И сегодня в нашей студии Евгения Жукова, дочь, не знаю, одного из самых известных поэтов нашего города, Геннадия Викторовича Жукова, который прокачивал наш город своим вкусом к жизни, к искусству многие десятилетия, который оставил достаточно мощное наследие к нашему городу, его потомкам. И оставил прекрасную дочь, которая сейчас тоже трудится в плане искусства, творчества. Здравствуй, Женя! Очень приятно, на самом деле, уже твое прибытие ангажировано, его ангажировал Ваганов, но мы вырезали этот кусочек из передачи. Потом, ну вот из последней передачи, когда уже было ясно, что ты однозначно сюда придешь, мы не стали, это было с Соловьем, она там была сколько, месяц-полтора назад. Женя, расскажи, как началось занятие творчеством в твоей жизни, с чего вообще, что было первое? То есть это была музыка, либо это сначала были стихи, там, я не знаю, по стопам отца. Ну, началось, наверное, все одновременно и до сих пор продолжается. То есть где-то лет в 12-13, наверное, я взяла гитару в руки, в это же время пошли первые стишочки какие-то детские. Ну и параллельно всегда шла живопись у меня. То есть как-то все одновременно, просто оно наращивалось, наращивалось со временем. Помимо живописи еще керамикой, так смотря. Керамикой занимается моя мама, папа тоже занимался иногда керамикой, и поэтому это семейная. Потом я видел какие-то артовые изделия из кожи. Это сейчас, да, это я делаю авторские сумочки из кожи. Ты совмещаешь себе столько всего. Вот как живется человеку творчество в городе Ростове? Ну, совмещать действительно, наверное, проблематично. Почему? Потому что уходит время, либо ты этим занимаешься, либо тем. Но как-то вычитать из себя эти вещи не выходят. То есть стихи приходят, музыка – это мое удовольствие, этого тоже невозможно вычесть. Акварель – это пять лет последних, я просто не могу от нее отказаться, я не представляю себя без пленеров. А керамика и кожаные сумочки – это такой заработок, в общем-то. Ну, и, конечно, хочется их делать авторскими. Вот. Как живется в Ростове? Да, в общем, неплохо. Можно и попеть здесь где-нибудь. Ну, я этим правду. Где-нибудь это где? Ну, вот эти арт-пространства все еще существуют у нас. Например? Ложка уже закрылась, ну, вот мы очень много… К сожалению. Очень хорошее место было. Там были все вечера памяти, в том числе Геннадия Жукова. И кто туда только не приезжал петь, было очень хорошо. Ну, опять остается циферблат. То есть, ну, пространство есть для… Как часто проходят твои вечера? Или вечера, которые органировались? Я очень редко… Очень редко. Почему? Наверное, потому что, я же говорю, удовольствие больше для меня – это музыка. Поэтому я не стремлюсь куда-то на сцену или показывать это. Вот. Пою я очень редко. Сейчас я вообще большей частью играю, разрабатываю всякие пальцевые техники, фингерстайл на гитаре. И это просто мое личное удовольствие. Вот я сижу, учусь всякие сложные техники. То есть, песни, они были, они прошли. Вот. То есть, просто существуют как… Не в том виде, чтобы это делать концертами, скажем так. Почему? Мы сыграли с Ильей Оленьем концерт, в принципе, на двоих. Он был один из наших прошлых передач в полугодниках где-то. Да. То есть, на двоих мы вот сыграли, друзьям попели. Ну… Не, ну, если, в принципе, я же видел видео, это все достаточно удобоваримым, если не сказать, хорошим качестве, да. То есть, я понимаю, что достаточно специфическое направление может быть. Это, конечно же, не поп, это, наверное, скорее бард, да, направление. Ну, скорее, да. Какой-то инструментал. Ну, у этого направления очень большое количество поклонников и любителей. Да, ну, на самом деле, очень много сейчас поющих и в разных совершенно направлениях. И танцующих, кстати, тоже много. И не сущих. Это не значит, что им стоит этим заниматься. Ты же, это прекрасно, но я думаю, понимаешь. Я учусь всю жизнь. Я, кстати, очень критично отношу их к своим старым песням, поэтому, видимо, их и не пою. То есть, какой-то период был, когда я просто писала стихи, и песни совсем ушли в меня. Ну, тогда стихотворение нам прочитайте. Хорошо. Я позволю себе подсказочку. Конечно. Посвящение гитаристу. Пиджак неласковоугольный, эвклидовый, немой, обняв тебя, стремится удержать морскую мощь бегущих пальцев. Их нечисленность, не в силах превозмочь, целую мысленно каждый твой бемоль с волос на струны падающих. Или все века в меха, в дыхание и зной. В секунде здесь ты плачешь, здесь будто бы поешь, под веки незапрятанный неземной язык. В движении бровей вселенский гул кирык. Кон брео тото форца, полынье божья пыль. На грифе простираются всевильские сады. И то, что танец страстный, выдает порыв. Изгиб на коде, обертон, фортиссимо, обрыв. Круто, достойно. Слушай, ну вот на самом деле, ну я как бы в связи с тем, что тоже немножко поэзией занимаюсь, я, конечно, знаю, что Геннадий Жуков, организатор «Зазерной школы поэтов». И он достаточно известный человек. Но дело в том, что он известный человек в кругах, которые сейчас уже, ну, грубо говоря, они уже более старшее поколение. Среди молодого поколения, ну не так хорошо знают. Знают, конечно, там и в Москве знают. Я там вот общаюсь с ребятами из театра «На Таганке», которые мужской голос. Просто они говорят, о, там же Жуков был в Ростове, который мужской голос делает. Вот, «Зазерная школа поэтов». Да, знают. Но я вот сколько тут поэтов встречаю. Здесь бывают люди, которые читают, пишут стихи. Кстати, весьма достойно это делают. Спросишь, знаете, не знают. Я могу рассказать немножко. Да, расскажи об отце, расскажи об этой школе. Расскажу, да. Прежде всего, как говорил Геннадий, известность и популярность, разные вещи. Насчет молодого поколения, оно есть. Возможно, оно не в том масштабе, как кому-то, может быть, хочется. Мы проводим фестивали памяти, в том числе в Ростове. Их было уже чуть ли не 10. Раз в год? Два раза в год проходит «Малахов камень», один в мае, например. Он просто как «Малахов камень» заявлен, это под Танисом. Володя Ростопченко делает, как организатор. А второй осенью, к дню рождения, например, Геннадий, делается именно в памяти фестиваль. Проводился еще фестиваль под Таганрогом. Приезжали и московские барды. У них был очень такой маленький фестиваль. Но о молодом поколении ко мне часто обращаются и петь хотят. Сейчас ребята делают спектакль по Зазерной школе, по поэзии Зазерной школы. Совсем молодые, летом по 20 с чем-то. Известность, популярность – разные вещи. Люди поют. Может быть, не на слуху у большого массы людей. Но те, кто на слуху, те уже поют и уже не отказываются в репертуаре от этих вещей. Ребята из Одессы, например, играют вообще в роки. Очень разные бывают исполнения. И даже интересно наблюдать. Шимкаста сделал в рэпе роман Зляны. Он, правда, сделал не то чтобы кавер. То есть кавером это не назвать. Наверное, это общий прецедент такой. В каверах он просто взял текст песни «Роман Зляны» Геннадия Жукова. И написал на него свой текст. То есть пересказ. Пересказ. Это, в общем, даже и не кавер. Кавер это было бы, если бы он взял текст, но спел его на рэп. Мы с Шимом общались. Кому-то нравится, кому-то нет. Но вот эта вещь популярна среди поклонников касты, например, очень. По мотивам. По мотивам песня написана. И он, в общем, сделал так, что вещь не потеряла своего настроения. Единственное, что он умнее и непонятен сам такой подход. Хотя, ну, это интересно. Приехала с ней, стала маленькой, пухенькой. Вот такая. Побежала бусина с нитки с урок. Побежала бусина дальней дороги. Как же ты о бусине не спохватилась. Укатилась бусина, укатилась бусина, укатилась. Как же ты о бусине не спохватилась. Укатилась бусина, укатилась бусина. Завяжи на нитке узелок на память. Погляди с улыбкой, если грустно станет. В этом месте ниточки все и случилось. Укатилась бусина, укатилась. Завяжи на нитке узелок на память. Погляди с улыбкой, если грустно станет. В этом месте ниточки все и случилось. Укатилась бусина, укатилась. Укатилась бусина, укатилась. Не видел. Скажи мне, кто был Геннадий Викторович? Какой был? Я думаю, что он прежде всего был поэтом, который отдал поэзии всю свою жизнь. И поэтом с большой буквы. И он писал очень сложные стихи. И то, что он делал это на гитаре, показывал поэзию эту на гитаре, в свое время его барды не принимали. Потому что это можно было назвать бардроком. В итоге он и назывался бардрок. У него он афиши писал. Это, в общем, речитативные, очень сложно насыщенные вещи. И гитара у него тоже была переделана под свои собственные задачи. У него была бардонная струна. 12 струн плюс бардонная. Там есть запись как раз у вас. Он там играет на ней. Уже, правда, очень старенький. Один из последних концертов. Жалоба Акына. Ну, за озерная школа. Они просто в свое время уехали в Танайс. Это музей-запоедник Танайс. И там, в общем, осели. Там писали. Очень много людей собиралось творческого народа. Там под прикрытием. Валерий Федорович Чеснокаток, директор Танайса. Ну, помимо раскопок, они творили. Под прикрытием. Творили, да. Ну, потому что, ну, на тот момент были и КГБ, и все это было, да. Там можно было свободно творить, говорить то, что ты хочешь говорить. Там и родилась, собственно, дружба. Прежде всего, трех поэтов. Виталия Калашникова, Геннадия Жукова, Игоря Бондаревского. Потом Люба Захарченко. Вот туда присоединилась к ним. Они так ездили, собственно, по гастролям, по всяким. И в Вятке были. Ну, в общем, и в Украине, где они только не были. Вот. Сейчас нету ни Виталика, ни Геннадия, ни Любы. Они все втроем уже нас покинули. Вот. Остался дедушка за озерной школой, Володя Ершов. Вот. И Бондаревский. Вот. Здрав. Ну, и вот они оставили нам, да. Ну, и молодое поколение, Илья Глазов, в общем, считается тоже как за озерная школа. И я. То есть, очень много последователей, которые в поэтическом отношении. Сколько вас вот там вот в золозерной школе? Это сложно посчитать, потому что не раздавались никакие эмблемки там. Ну, примерно. Зачем же просто вот хотя бы понять. Ну, вот, допустим, телезрители, я думаю, тоже многие не знают. Был какой-то бум в свое время, значит, когда была презентация диска Геннадия Жуков в филармонии, вот, и Виталик Федоров тогда организовал большой концерт, и туда пришло очень много молодых ребят, которые истаны, истаны, истаны с Жуковым, и делали совместные номера. Вот, был очень большой концерт, и там было, ну, после смерти Гены достаточно много людей, вот, и она приходила на концерты. И ребята считали, что они тоже, да, они причастны к золозерной школе. То есть, ну, это, в общем, на самом деле больше личное решение, то есть, хочешь ли ты быть в этой поэтике, находиться внутри нее, следовать ей, или, в общем, твой путь уже дальше. То есть, одно другому, опять же, не мешает, то есть, ну, так. Сколько сейчас людей сложно посчитать, потому что, я же говорю, это каждый сам для себя решает. Ты так долго сидишь с гитарой, что, наверное, пора уже спеть. Хорошо, спою свою старую песенку. Забытый шорох крутится винил, Любимый бал. Во мне ты разбудил минутной слабостью. Голову кружал, Сомнением пасть, А может, все же да, Рисуя призрак в дымке прошлых лет. Зачем же вспоминать, Зачем же вспоминать, Меня там больше нет, Меня там больше нет. Надежды. Крутится винил, Я тебя ленить не могу, Ставить эту ноту в мою печаль, Не забудь, Быстрее времени холод, Уже пустой отдай. Надежды. 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 Однобокие летят в окна Стекла звонкие качает крышу Бьется в двери весенний ветер Мне поверил весенний ветер Мне поверил о чем еще мечтать Кого еще любить набегут Он прилетает, улетает, но не ворует Выше моих сил Ту, что выше год Надежду Я не пожил практически в советском мире Не пожил Но я точно знаю, что вот сейчас я там работаю Да, вот, ну, прихожу там А если я не работаю в советской эпохе То ко мне через неделю приходит участковый Да, безделье сажают Да, то есть, грубо говоря Естественно, самому участковому там До лампочки Работаешь ты или не работаешь Ну, у него все в районе должны работать Тут раз один бездельник Он хочешь, не хочешь Он заботится о том, чтобы ты трудился Чтобы ты развивался А если ты не трудишься Что ты пить начинаешь Гулять там, глупостями Ну, зато нет, что была статья За бездомность Да, за бродяжничество И прочее, прочее И как бы людей Государство, оно подталкивало Быть нормальными Да, может быть, где-то это Там перегибалась палка Никогда не бывает ничего Там до конца хорошего На то он и мир многообразен Да, были бы хорошие Жили бы на небе Вот Но тем не менее То, что сейчас и происходит Ведь теряет духовность, личность Ну, я думаю, что не теряет Теряет, но и не везде Я согласен, что не везде Ну, я из интеллигентной семьи Человек, который хочет рисовать Вот как я, например В свое время взяла акварель И поняла, что я хочу опять Возобновить свои навыки И сейчас очень много людей Стремятся научиться чему-то нарисовать У них есть свобода Свобода времени И возможности С помощью интернета Там куча уроков Мастеров, которые можно посмотреть Мне кажется, рано или поздно Человек придет к тому, что Он будет интересоваться материалом Через свое желание рисовать То есть о тех же художниках Побольше узнавать То есть человек, который, допустим Не получил какого-то творческого Образования Или прививку этого Искусства Прививку искусства И духовности Он все равно к ней Так или иначе, думаешь, придет? Ну, я думаю Потому что разбор есть Разно больше выбора есть Раньше там, извините На сцене одевались Сейчас на ней раздеваются Вот И я вот думал Может мне Как бы Я там, ну Одно время были там Хорошие явки На поэтические вечера Вот А потом как бы все Меньше и меньше Меньше и меньше Думал Может мне начать раздеваться? Ну вот да С поэтическими вечерами Вообще с вечерами Люди перестали ходить Почему-то на вечера Вот приезжал Лисборн Там Хорошо Обратная сторона вопроса На него ходят Вот Обратная сторона вопроса Да, ладно С одной стороны Там общество Да, так называемый Потенциальный зритель Или слушатель А Другое Дело Сам Артист Поэт Если он уже Как бы читает Больше чем одному И поет больше чем Одному Ну, одному человеку Он уже артист Правильно? В некотором смысле А вот Может быть Еще вот такой вот момент Что сами артисты Поэты Не задумываются Как качественно Они это делают Ну, если я думаю Человек решил Все-таки идти на сцену Конечно, он должен думать О своей энергетике И подаче Вот И, наверное Цепляет Больше, наверное Не искусственное Какое-то умение Вести Ну, наработанное А именно энергетика Когда она есть Тогда Возможно Это людей Цепляет Оно попадает Это слово Внутрь Через энергетику Через личность Ну Ну, все-таки Я не считаю Что поэты Должны идти И сдавать Авторские Актерские курсы Ну, сдавать Не сдавать Но стараться Это два разных таланта Согласен Согласен полностью Согласен полностью Нам пора прощаться Мы желаем тебе Творческих Успехов И, не знаю Любви Там, дружбы Всем Ростов Лайф И проект Там Ростов Творческий И, наверное Подфиниш Ну, спой нам песенку С удовольствием Туманом в голове Ползут слова Вения небес А мы висаны На слух мой Ухо там дарят на виски Как дождь по крыше Пульсом на руках А дождь стучит По вене разгоняя кровь И снова такт В моих висках Неуловимых Слухом Тонких нот Тихую молитву Поет листва За этой пеленой Спрятался бардак Как будто в храме Все святые Кто в платках И как же распознать В этой суетой В музыке дождя Намерения небес А дождь стучит По вене разгоняя кровь И снова такт В моих висках Неуловимых Слухом Тонких нот Тихую молитву Поет листва Запуганным зверьком Молчаливые соловей Так вестник не найдет Ничьих ушей Так как же уловить За этой дрожью пульс В туманной голове Звучание мус А дождь стучит По вене разгоняя кровь И снова такт В моих висках Неуловимых Слухом Тонких нот Тихую молитву Поет листва Видно эти облака Тому ясны Кто музыкой дождя Наполнил слух И в храме Нагишон Навевает сны А дождь стучит По вене разгоняя кровь И снова такт В моих висках Неуловимых Слухом Тонких нот Тихую молитву Поет листва Слухом 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 Продолжение следует...